Здравствуйте, уважаемые зрители и гости моего канала! Пришла очередная посылка с сайта iHerb. Это, по-моему, посылка номер 4 за август месяц. В этой посылке много продуктов, много вкусного всего. И есть еще косметика. Интересные косметические средства, новинки, которые я еще никогда не заказывала. Теперь я заказала вот такой несмываемый кондиционер. Стараюсь разные использовать, пробовать несмываемые кондиционеры. В основном я использую BWC кондиционер, такой несмываемый для волос. После мытья я его наношу, для расчесывания очень хорошо. Сейчас просматривала, какие варианты добавились, что-то новенькое. И вот заказала на марке Shea Mousture с красным пальмовым маслом и какао-маслом. Незмываемый кондиционер. Еще там содержится масло льняное для кудряшек, для кудрявых волос, непослушных, сухих. Я, в принципе, уже немножко попробовала его один раз. Мне кажется, что буду его использовать. Понравился. Мне здесь такой большой объем, намного больше, чем я заказывала от других марок. И хорошее увлажнение. Он подойдет детям. Ну, вот эти все несмываемые кондиционеры часто заказывают в спреях или вот в таких кремах детям. Потому что, чтобы веселое было расчесывание, дети часто не любят расчесываться, видимо. И поэтому он даже пахнет как сладковатый у него такой. Сладковатый у него такой вот он цвет имеет, желтенький. И такой аромат у него, как какие-то то ли карамельки, что-то сладкое такое пахнет. Какие-то такие добавлены, видимо, ароматизаторы. Ну, здесь очень хороший состав. Масла есть возможные. Так что, хороший уход. Думаю, что он мне понравится. Волосы после него хорошо поддаются расчесыванию. Сразу расчесываются. И потом, если волосы кучерявые, то такие волны будут. И они увлажненные, такие не сухие, не пересушенные концы получаются. И удобный дозатор еще, кстати, здесь. Что немаловажно. Хорошая марка. Я тогда марки что-то раньше тоже заказывала. Были у меня заказы. Какао масло, пальмовое красное масло и льняное масло. Так что, буду пользоваться. Ну, этот запах такой ненавязчивый у него. Поэтому, можно, в принципе, пользоваться спокойно будет. Он быстро выветривается. Ну, есть какая-то, да, нотка такая сладковатая. Приторная немножко даже. Ну, в принципе, нормально. Еще здесь я себе заказала вот такую зубную пасту. Веледа. Марка Веледа на Айхер представлена. Если вы еще не знали, знаменитая немецкая марка. У нас она тоже продается в онлайн-магазинах. Даже, наверное, в некоторых аптеках вы можете ее видеть. Очень классный состав. Она идет с морской солью. Я уже ее не один раз брала. Она очень приятная. Вот, наверное, одна из тех зубных паст, при использовании которых получаешь удовольствие. Какая-то вот такая свежесть при использовании. Вот эта соль сочетается. Крупинки соли. Она не белая. Она вот такая немножко коричневатая. Она натуральный цвет, натуральный состав. Я другие пасты брала тоже от этой марки. Это мне больше всего нравится. Она такая гелевая, темненькая. Составы здесь сода, вода, глицерин. Состав хороший, в принципе, натуральный. Масла всевозможные, экстракты хорошие. Жироба, масло есть. У нее мятный вкус. В принципе, она как обычная зубная паста. Пахнет тоже мятой. Есть в составе мята, потому что здесь 75 мл. Не самый большой объем. Металлический такой тюбик. Написано, что содержит мятный ароматизатор и морская соль. Так что очень хорошая марка. Вы можете ее найти и у нас. Тоже можно посмотреть. Я не знаю, как цены. Может дороже. Еще себе я заказала вот такой пробник. Спрей с прополисом. Для горла пишут в отзывах, что хорошо смягчает горло. Убирает хриплость, першение. При первых признаках тоже очень хорошо справляется с простудой. Некоторые просто брызгают его для профилактики после посещения общественных мест. Здесь такой пробник. Небольшой объем. Но, в принципе, можно попробовать и составить свое представление. 15 мл здесь. Объем. И в составе пчелиный прополис, глицерин растительный, вода. Уже здесь ничего нет. В принципе, такой спрей можно и самим сделать. Если есть прополис, кто умеет, можно наколотить такой состав. Еще меня попросили заказать вот такой для мужчин после бритья лосьон. А у Бори Марка приходит он так вот упакованный в таком пакете. Имеет он такой состав древесный, я так понимаю. Будет такой мужской древесный аромат. Это знакомая попросила заказать. Это получается лосьон после бритья. Еще меня попросили заказать вот такой тоже для мужчин. Уход за бородой. Сейчас становятся все популярнее и популярнее такие средства. У нас, видимо, не сильно сейчас пока в продаже такое есть. Поэтому сейчас стали часто заказывать уже. Мужчины ухаживают за собой. У кого борода, вот такие средства. Это получается такая большая упаковка. Несмываемый кондиционер. Он, кстати, не дешевый, но тут большой объем. Наверное, на 100 лет хватит. По-моему, 16 долларов он стоит. По отзывам тоже, что он хороший. Здесь вот такое заклеено все. Дозатор есть. Кто-то даже для волос использует. Я так поняла, что он получается несмываемый кондиционер плюс стайлинг. То есть можно наносить на волосы для укладки. У кого еще такие прически из барбершопа. Состав тоже более-менее здесь натуральный. Более-менее нормальный. Марка Билли Джиалоси. Называется. 236 миллилитров. Так что есть вот такие средства. Можете заходить мужчинам заказывать. Или мужчины могут заходить заказывать. И еще попросили заказать вот такое масло Бетгер. В прошлой посылке у меня был бальзам. Такой же марки для укладки волос на бороде, усов. А это получается марка Бетгер. Вот такое масло с ванилью и бергамотом. С дозатором. Я у этой марки брала раньше масло шиповника. Оно пахнет немножко ванилью. Такое масло. В составе здесь не только масло ванили. Здесь очень, как всегда у этой марки, насыщенный состав масел. Жожоба есть масло. Подсолнечное. Бергамот. Ветивьер. Сандал. Кардамон. Масло ваниль. Мирт. Такой вот насыщенный состав. Еще там другие какие-то ингредиенты. Тоже по отзывам очень хорошо смягчают волосы. Выпрямляют их, видимо. Масло вообще не такое имеет, как выпрямляющий эффект. Все эти средства, в принципе, хорошо работают, чтобы, видимо, не торчали волосы и смотрелось ухоженной, как будто с барбершопа. Каждый день в барбершоп не походишь, поэтому надо все равно такой уход иметь. Еще есть такое на сайте от Бетгер. Масло. Помимо бальзама еще есть масло для бороды. Еще знакомая заказала вот такое массажное масло. Я уже потом вычитала в отзывах, что оно пахнет пачули. Мне даже самой захотелось. Ну, я не знаю, я на массаж как бы хожу. Но в составе здесь есть пачули, помимо других масел. Пишут, что очень эффективное масло. Его любят заказывать массажисты. Массажисты считают, что аналогов не купить. Сам по такой цене, с таким составом, многие массажисты так считают. Поэтому многие заказывают вот Сайхерб его. Это масло. Здесь масло грейпфрутовых. Косточек миндаля, по-моему, масло еще есть. Абрикоса. Микс масел лаванда. Пальмороза. Пачули масло есть. Ромашка. Витамин Е и соя есть. Здесь почему такой подбор? Это масло идет как расслабляющее. Поэтому вот здесь вот такой набор масел. Ромашка успокаивающая имеет действие, видимо. Пачули такое имеет. Дорогой аромат будет. Хорошо впитывается, я так поняла. Это масло. Очень эффективный массаж получается. Ну, для профессионалов, скажем так, тоже подойдет. Его еще используют просто для увлажнения тела. Антицеллюлитного эффекта. Ну, в общем, очень классное масло. В принципе, его можно попробовать, заказать и использовать вместо крема для тела. На влажную кожу если наносить после душа, то будет очень хорошо наноситься. Я, наверное, себе его тоже закажу. Оно, в принципе, нормальное такое по цене для такого объема. Марка Now Solution. Здесь 473 мл. Так что я думаю, что моей знакомой это масло понравится. Здесь есть дозатор. Пломба тоже есть. И есть дозатор на крышечке. Так что доходит оно вот так. Больше дополнительно они его не упаковали. Дальше у меня здесь из продуктов. Недавно я попробовала вот эти чипсы с водорослями. Они похожи. Я вот до этого заказывала с миндалем и с кунжутом. В этот раз я заказала с тыквенной семечкой и кунжут тоже. В принципе, они похожи. Они сладковатый вкус имеют, потому что там добавлено ингредиенты. Белые семена кунжута. Мальтоза. Вот это как раз подсластитель этот, видимо. Водоросли нори. Тыквенные семечки. Порошок водорослей. И морская соль. Очень вкусные, конечно, эти чипсы. Они быстро, конечно, съедаются. Я вот заказала себе несколько пачек. Заказала вот две таких, которые я уже пробовала. Вот этих. И одну пачку пробую с тыквенными семечками. Так эти чипсы выглядят. Это вот которые с миндалем. И так же, в принципе, выглядят с тыквенной семечкой. Ну, мне кажется, с миндалем мне больше понравилось. Хотя по вкусу они одинаковые. Скорее всего, если буду заказывать, то, наверное, пачку тех, пачку тех. В принципе, без разницы. Здесь просто две, получается, половинки водорослей нори. И между ними вот приклеены вот такие, как бы, за счет, наверное, вот этой мальтозы, возможно, сиропа наклеиваются вот эти. Можно самим, кстати, такое соорудить, попробовать. Если есть идея, можно взять, в принципе, например, сиропа гавы и нанести его на одну половинку водорослей. Посыпать орешками, кунжутом и нанести вторую. И порезать их. Будет то же самое, я думаю. Но они такие штуки получаются. Я думаю, что какой-то все равно есть секрет. Может, их подсушивают потом еще дополнительно. Потому что они довольно такие хрустящие, сухие, не влажные. Как вот, например, если сделать суши, то там из-за риса, например, они такие мягкие и влажные. Здесь они хрустящие именно. Такие вот так хрустят. Там внутри начиненные такими, как орешками. Мне понравились. Я один раз заказала, поэтому повторно набрала еще три пачки зова. И еще знакомая моя тоже заказала вот такие карамельки. Я себе тоже заказывала такие карамельки. Она уже взяла тут, разошлась. Взяла с разными вкусами. Это даже не карамельки, это ириски. Заказала все три вида. Вот моя такая ириска. С кокосового молока, с кокосового сахара. Здесь вот такие ириски настоящие, тягучие. Вот так они тянутся. Кто любит ириски, они реально вот как ириски. Тягучие. Не хрустящие, не засахаренные. Такие, как жвачка, можно сказать. И здесь покажу, какие есть виды. Получается, вот я до этого заказывала вот такую с ванилью. Вот я ее сейчас и показывала. С ванильным вкусом. И еще есть у них там с морской солью. Вот такие вот с морской солью. И есть еще с кокосовым сахаром. Просто как такой, видно, классический кокосовый сахар. Еще есть называется карамель жевательная. Они называют ее то, что у нас риски. И еще вот такое кокосовое молоко. Карамель. Ориджинал. Просто ориджинал. То есть она без каких-то таких ярких каких-то вкусов, видимо, будет. И, в общем, получается три вида. Ваниль оригинальный и кокосовый еще. Были все в наличии. Еще, как всегда, в посылке вот такие палочки кунжутные. Это такие как бы палочки с цельнозерновой муки. С кунжутом. Тоже классные. Чесночные они получаются. С чесночным вкусом. Тоже их показывала уже миллион раз. Еще здесь вот такие вафельные трубочки. Этого знакомого я заказала. Я часто их заказывала. Видимо, ее тоже они заинтересовали от марки Эдвард Эн Санс. С фундуком. Такие трубочки из шоколадных сейчас нет. Начинка еще есть вот от этой марки. Есть с шоколадной начинкой. Трубочки без глютена получаются. Они там тоже с хорошим составом. На рисовой муке. Тростниковый сахар содержится. Лицетин, соль и фундук. Как бы содержит орехи и соевый лицетин. Поэтому тоже очень классные палочки. Трубочки сейчас шоколад нельзя купить. Поэтому заказываю пока то, что есть. Вроде бы все рассказала, что было в этой посылке. Спасибо за внимание. Спасибо, что смотрите мои видео и подписывайтесь на канал. Спасибо, что используете мой купон SJS024 при каждом вашем заказе. Он дает скидку 5% или 5$ при первом заказе. Спасибо за внимание. Всем здоровья. До свидания.